Подготовка к строительству моста через Клязьму продвигается на улице Фабричной. С ходом работ ознакомились депутаты Единороссы, представляющие партию Московской областной думы и Совете депутатов Щелковского муниципального района. Мост будет автомобильно-пешеходным, длиной 52 и шириной 13 метров, соединит подъездные пути от улицы Фабричной с восточной промзоной города, в дальнейшем разгрузит и пролетарский проспект и центр Щелкова. Здесь уже начало работ. По планам в течение 2018 года и 2019 будет эта стройка идти, ориентировочно на конец работ ноября 2019 года. Для нас сейчас важно, что контроль, потому что, что греха таить, не всегда мы бываем довольны, в том числе и жители, когда объект в ходе строительства начинает менять сроки. В главный момент деньги выделены, планы подготовлены, все согласовано, должен идти жесткий график работы. Контроль со стороны депутатов и сотрудников районной администрации над проектом постоянный. Мы вышли посмотреть, как начались работы по строительству моста на улице Фабричной. Увидели, что сейчас идут работы по вырубке деревьев, для того, чтобы проложить, потом будет перенос коммуникации. Ну и за 20 месяцев у нас здесь должен появиться мост. В рамках объезда депутаты также осмотрели место в микрорайоне Бахчеванжи, где будет построена новая котельная. Решение по ней также уже принято, деньги выделены. И в данном случае этот объект входит в губернаторскую программу модернизации инфраструктуры бывших военных городков. Здесь, в Бахчеванжи, новая котельная будет обеспечивать жилищно-коммунальными услугами 18 тысяч жителей. Проектирование будет закончено сентябрь-октябрь месяца 2018 года. Строительство, предположительно, сентябрь 2019 года. Строительство котельной. Что означает? Означает следующее, что качество поставляемого тепла, как одного из основных условий благоприятного проживания, тепло, вода, свет, они должны быть, так сказать, по цене и по качеству надежности, по своевременности, бесперебойности. Все это должно соблюдаться. Поэтому любое строительство новое позволяет все лучше и лучше обеспечить население. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Здравствуйте.